Чиновники из Росрыболовства такие непостоянные. В начале года они запретили вести хозяйственную деятельность в период нереста на всех озерах Южного Урала. А ровно в день официального начала нереста выпустили новое распоряжение и разрешили так называемую мелиорацию. Простым языком это углубление дна, очистка от травы. Ну и, внимание, утилизация сорной рыбы в объеме до 1000 тонн. Для справки, неценные и сорные виды рыбы это карась, чебак, другие местные породы. А 1000 тонн это четверть от объема ежегодного промышленного вылова всей Челябинской области. Отчета по этой мелиорации нет, потому что по мелиорации по закону рыба должна утилизироваться. Вы можете себе представить, 16 вагонов 60 тонн этой рыбы должно где-то утилизироваться. Ребята, предлагаю бесплатный бизнес, подарочный, 967 тонн рыбы, 16 вагонов. Пожалуйста, можете законным способом получить и организовать бизнес. Как происходит вылов в рамках мелиорации, южноурольские рыбаки уже заметили. По словам любителей, на многих озерах стоят неводы именно в местах нереста. В Кунашакском районе, например, уничтожить можно 445 тонн рыбы или 7,5 железнодорожных грузовых вагонов. При этом все специалисты отмечают, что объемы биоресурсов в Челябинской области в последнее время неуклонно истощаются. Надо учитывать то, что данная рыба будет утилизироваться. А в период нереста она бы могла принести потомство. Вот в последнее время говорят, что сорная рыба – окон, чебак, карась. В годы лихолет я людей спасала от голода данная рыба. А вот запрет на вылов для рыбаков-любителей сохраняется в полном объеме. Жесткие ограничения продлятся до официального конца нереста – 15 июня. Ловить рыбу можно только с берега, только на одну снасть и максимум на два крючка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова